Здравствуйте дорогие друзья! Канал Голсар 26 продолжает рассказ о путешествии на Лазурный берег Франции. Это восьмой фильм об истории Франции, посвященный участию ее в мировых войнах. Ну а потом Первая мировая война. В 14-18 годы, в Первую мировую войну, Франция была на стороне Антанты. Антанты такой союз между Францией, Великобританией и Российской империей. И Антанты воевала против, собственно, Германии с Пруссией. То, чем закончилась мировая война, закончилась революцией в Российской империи. А вот уже во Второй мировой войне Франция потерпела сокрушительное поражение. В 1940 году Гитлер ввел сюда оккупационные войска. И Франция была занята буквально за месяц. За месяц. Причем Франция была поделена на две части. Северная часть отошла напрямую к Германскому рейху. А вот южная часть, по которой мы сейчас движемся, называлась государство Виши. По названию местечко, где правительство французское сохранялось. Коллекционное с Гитлером правительство. Поэтому здесь не было особых разрушений, здесь не было жертв войны, здесь не было бомбежек. Потому что Франция, это часть юга Франции, поддерживала все начинания нацистского диктатора в свое время. Ну, проводила ту политику, которая была нужна и важна нацистам. Собственно, было два правительства. Одно с Шарлем де Голлем находилось в Лондоне, там правительство в изгнании. А второе, коллекционное с Гитлером правительство, находилось здесь в Виши. Ну, а в 44-м году Францию освобождают союзные войска. Ну, и начинается как бы восстановление государства.